Приветствую вас! В очередной передаче Нота Бене мы с вами поговорим об операции «Хаос», о реваншистах, о том, что готовится в Молдове, что происходит уже сейчас и какие есть заготовки на будущее. Давайте начнем с такой темы – консолидация оппозиции. Анализ происходящего в нашей стране показывает, что наметился процесс консолидации всех оппозиционных сил, где бы они ни находились – на правом фланге, на левом, в центре, то есть тех, кто не у власти. А у власти у нас только одна партия – ПАС. И эти силы консолидируются, и они ставят перед собой определенные цели. Это так называемое наступление на власть. Сегодня наступление идет в основном в СМИ, в интернете. Но вот каждый день можно найти какую-то новость. Но вот буквально на днях о 7 тысячах просроченных вакцин, которые всадили в здоровых людей, создав определенные риски для их здоровья. Ну, полная чушь. Вы представьте себе, что свыше сотни медицинских работников участвовало в этом. И никто из них не поднял эту проблему. Хотя, в принципе, понятно, если это бы обнаружилось, это уголовное преступление, за которое можно понести наказание. Но самое любопытное в этом, что такая мощная атака со стороны всей оппозиции, но они не обращают внимания, что началось это, по мнению тех, кто запустил эту счетную палату, еще в мае месяце, когда у власти находились представители партии социалистов. То есть это как бы отрезано. Вот виновата Немиренко, виновата эта власть и так далее. Я повторяю, тут действительно необходимо расследование, и необходимо, чтобы вмешалась прокуратура, разобралась, почему, откуда все это прилетело. Следующий момент, что я думаю будет весной, это митинги, демонстрации, пикеты. Будем очень надеяться, что они будут носить мирный характер. Кто выступает застрельщиком всего этого? Ну, наверное, те, кто не очень дружит с законом и успел вовремя убежать из страны, а также те, кто тоже не дружит с законом, но находятся пока еще в стране, и каждый день просыпаются в ожидании, что позвонят в дверь и скажут, вот мы с прокуратуры пришли к вам. И, безусловно, им надо смести эту власть, потому что эта власть создает для них проблемы и не позволяет делать то, что они делали раньше. Поэтому они начинают консолидироваться. Кто, перечислим кратко, кто будет участвовать в этих процессах. Безусловно, это наиболее активная на сегодняшний день партия Шор. Это партия социалистов. Это Ион Кику, который тоже вошел в эту кампанию. Ион Чабан. Вячеслав Платон. Ну, возможно, еще кто-то. Кто может быть? Ну, я не знаю, какую позицию займет Воронин и партия коммунистов. Воронину не очень хотелось бы светиться рядом с Шором, рядом с Дадоном. Ну, как бы не очень это прилично для него. Но будет думать, какое принять решение. Я не исключаю, что он тоже окажется в этой кампании. Но как бы ближе туда к Иону Кику. Он уже заявлял, что он хотел бы сотрудничать с Кику. Непонятно, какую позицию займет гражданский конгресс. То есть промолчать в этой ситуации, оказаться на обочине, ну, можно окончательно выпасть из процесса политического. Поэтому им тоже надо будет принять какое-то решение. Хотя им тоже не хочется быть. Но уже как бы и с Дадоном, и Шором, и, возможно, с Воронином вместе. Непонятно еще, какую позицию займет Рената Усатый. Рената Усатый на таком вечном старте. Он немножко сейчас отсиживается в стороне. Но если ему было сделано предложение, от которого трудно отказаться, да еще оно прилетело оттуда, где на него очень сильно наезжают, я не знаю, какое он примет решение. К тому же, вот это его стихия, митинги, демонстрации, выступления на площади. Это ему все нравится. Вместо того, чтобы там скучно какие-то планы, проекты разрабатывать. Поэтому, я не знаю, не исключено, что и он появится в этой компании. Идем дальше. Загадка. А как же поступит Андрей Настасы? Он тоже как бы затерялся. Он не знает, что сейчас сделать. Но уже бродит там мысль, что Андрей Настасы должен собрать вокруг себя оппозиционные правые силы. Ну, я не знаю, кто там правые силы будет ориентироваться на Андрея Настасы. Но, во всяком случае, он начал там какие-то консультации, с кем-то встречаться, обсуждать эти вопросы. Возможно, он не будет там рядом так буквально. Где-то сбоку будет стоять и ожидать, куда ветер подует, куда все это повернется. Что в этой ситуации поразительно? Это полное спокойствие власти. Такое впечатление, что там, на Олимпе, они вообще ничего не чувствуют. И не видят вот этого брожения, которое идет. Не видят этой консолидации. Ну, не знаю. Может быть, они знают что-то такое, что никто не знает. Кто кукловод? Кто будет стоять за всеми этими процессами? Ну, вы знаете, тут не очень трудно догадаться, какая страна выступит в роли кукловода. Эта страна начала на Молдову газовую атаку. Помните, с этим бурным ростом цен в СМИ попадала информация о том, что хотели как бы сломать Молдову, убедить пойти на какие-то политические уступки. Ну, не удалось. Худо-бедно договор был заключен. Он носит такой коммерческий характер. Но не исключено, что газовая атака будет продолжаться. Не случайно Игорь Дадон, который вот на днях уже перестал быть председателем партии, заявил, что кризис газовый еще не закончился. Так пальчиком он там немножко помахал. После Нового года тариф может вырасти. Ну, я не знаю, опирается ли он на конъюнктуру мировых цен на газ или опирается на какой-то слив информации из Кремля. Но, во всяком случае, это им запущено. О планах операции «Хаос». Давайте обсудим эти планы. Ну, первое – это обострить отношения между Молдовой и Россией. Вот это обострение должно стать таким определенным катализатором. А кто обостряет? Я хочу вас обратить внимание на следующее. Молдавский МИД четко послал сигнал нашим зарубежным партнерам. Не присылайте наблюдателей на так называемые выборы в Приднестровье. Посыл наблюдателей мы будем рассматривать как недружественный акт, направленный против территориальной целостности и суверитета Молдовы. И что? Как отреагировала Россия? Послала. Я думаю, что там рассуждали так. Давайте проверим их на вшивость. Пошлем. Как они поступят? Ну, если пропустят, покажут слабость. И мы увидим, что их можно дальше давить, давить, давить. Они слабенькие. Не пропустят? Ну, давайте рассматривать это как недружественный шаг со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до того, что можно и ввести какие-то санкции. И сейчас в России, особенно в Государственной Думе, нагнетается обстановка. Наших не пустили. Давайте что-то делать. Ну, это такая, знаете, управляемое нагнетание. Кремль смотрит и выбирает момент, когда ударить. Обратите внимание, как резко повысилась политическая активность Иона Кику и Иона Чабана. И он Кику сейчас практически каждый день, с каждого утюга звучит. И на него очень усиленно работает агитпром, пророссийский агитпром. Этот агитпром в основном обслуживает партию социалистов, но сейчас он работает и на Кику, он работает и на Чабана. И вот сейчас Кику для них как бы национальный герой, ну, номер один или номер два. Я не знаю, кому отдать первенство, потому что о Додоне они меньше говорят, в основном Кику и Чабан. Кику отказался от своих реформаторских идей, которые действительно он предлагал, и достаточно интересные идеи. В частности, он активный сторонник административно-территориальной реформы. Он сейчас что-то говорит о необходимости этой реформы. Он сейчас что-то говорит о модернизации образования. Он что-то говорит о точках роста в экономике. Ничего, только критика, критика власти по любому поводу. Активизировался и он, Чабан, в последнее время. И везде он стал в лице власти искать врагов, которые его преследуют по всем направлениям. И он отвечает, что давайте, там прокуратура, проверьте всех этих депутатов от власти. Обязательно вы у них что-то найдете. Вы знаете, как-то для беспартийного мэра, который шел на город, чтобы заниматься проблемами города. И вот такая политическая активность, ну, честно скажу, многим непонятно. А с другой стороны, понятно. Он раскручивает себя уже как и политик. Я не знаю, куда пойдет Чабан. Я не исключаю, что он может войти в партию Кику. Я не исключаю, что он создаст свой политический проект. Не исключаю, что он вернется в родную партию социалистов. Но и Кику, и Чабан, они сейчас позиционируют себя как чуть-чуть даже и проевропейцы. Чуть-чуть даже про румыны. То есть уже вот этого оголтелого такого антиевропеизма, антируминизма. У них нету то, что иногда прослеживалось у Додона. Поэтому я не исключаю, что вернется в партию социалистов, и она чуть-чуть-чуть как бы пойдет к центру. Скажете, а как там в партии социалистов? Они же выступают, что молдавский язык. А Кику заявил, что нет молдавского языка. Не Кику, извините, Чабан. Что есть румынский язык. Кику гражданин Румынии. Понятно, что он считает, что есть румынский язык. Вот Чабан заявил, что есть румынский язык, а не молдавский. Вы знаете, партия социалистов, члены этой партии, и те, кто за ней голосуют, это пластилин, которого можно мять и любые фигуры изображать. Вспомните 2001 год. Помните, Воронин шел на выборы с двумя такими мощнейшими программными целями. Первое, русский язык. Второе, государственный. И второе, Молдова вступает в союз России и Белоруссии. И что буквально на следующий день он отказался от этого. И что избиратели возмутились. Ни черта. В 2005 году они снова проголосовали за Воронина. Поэтому не будем ждать от избирателей левых партий, тех, которые голосуют за социалистов, коммунистов, какого-то рационального выбора. Они на это не способны. Север Молдовы. Там очень активно работает сегодня, особенно в Бельцах, который такой опорный пункт должен стать для реваншистов, работает партия Шор. И я думаю, что они договорились с социалистами разделить север между собой, выбрав опорные точки, где будут работать партия Шор, а где будут работать социалисты, а где они вместе будут работать. В центре очень активно будет работать партия Шор. Я имею в виду центральный регион, где опорная точка будет Аргеев. Но туда же подключится Ион Кику, который будет напоминать, что он гражданин Румынии. И он как бы не левый такой, потому что центр у нас не очень за левых голосует. Кишинев, это Ион Чабан, партия социалистов, партия Кику, партия Шор. Тут они объединятся и попытаются доминировать в городе. Юг, это партия социалистов, партия Кику, партия Шор, и примкнувшая к ним Ирина Влах, которая достаточно близка к Иону Кику. Я не исключаю, что она пойдет по спискам его партии на парламентских выборах. Особая роль принадлежит Платону. Это роль такого жесткого критика Майи Санду. И я думаю, критика с его стороны будет нарастать. И обратите внимание, Агитпром, пророссийский, социалистов, там других левых сил, постоянно цитирует Вячеслава Платона все, что он негативно говорит о Санду. Я уже говорил, ищет свою нишу во всем этом Андрея Настаса, ищет Гражданский конгресс, ищет ПКРН. Не знаю, в ближайшее время мы, наверное, увидим, чем они будут заниматься. Зачем все это? Акции, которые планируются, демонстрации, пикеты, активность в СМИ, активность в интернете. И главная цель – это операция «Хаос», о которой я уже говорил. Эта операция должна привести к тому, что в 2022 году действительно наступит хаос в стране. Постоянные митинги, демонстрации, пикеты, возможно, забастовки. И все это будет ради одной цели – отставка президента и распуск парламента. Ну, естественно, и досрочные выборы президента, и досрочные выборы парламента. Вы увидите, в 2022 году это выйдет на поверхность. Это станет темой для всех оппозиционных партий. Они не могут ждать. Для одних очень боязно, потому что у них свои проблемы, проблемы с уголовным кодексом, а другие просто хотят прийти к власти. Им скучно без власти, хочется повластвоваться в сласть. И они будут вбивать в голову граждан, что выход из хаоса только один – это досрочные выборы. То есть отставка и досрочные выборы. Получится у них, сложный вопрос, если власть не перехватит повестку, если не предложит идеи созидания, если не предложит идеи консолидации всего общества вокруг позитивной повестки, ну, может быть, вот эта волна негатива и захлестнет эту власть. А что власть? Я уже говорил, власть молчит. Два варианта этого молчания. Молчит и делает, или молчит и ничего не делает, чтобы предотвратить все это. Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. И время покажет, действительно, почему они молчали, и что было заложено в этом молчании. Ну, а что нам остается? Нам остается наблюдать и анализировать, доводить информацию до вас. А к вам просьба, подписывайтесь, поддерживайте нас, давайте вместе обсуждать, и давайте вместе искать выход из самых сложных ситуаций, в которых оказывается наша страна. Я планирую, ну, в этом году записать еще несколько передач. Я хочу записать свою беседу с Аллой Мендекану, она находится в Канаде. Мне кажется, это будет интересно. Поговорим о Канаде, о том, что делают наши мигранты, об опыте этой страны, и о том, как они оттуда, издалека оценивают то, что у нас происходит. Я хочу подвести итоги годичного нахождения на троне Майи Санду с плюсами и минусами этого нахождения. Ну, и в заключительной передаче Нотабене мы с вами поговорим о главных событиях, которые произошли в 2021 году. Я там насчитал 10, на мой взгляд, самых важных событий, и мы с вами их обсудим. Все, на этом завершаю. Счастливо. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok